Всем привет. Так, меня хорошо вроде слышно. Как у вас настроение? Как доклады? Нравится? Отлично. Так, и давайте-то начну. Сегодня я буду рассказывать про наш переход из мобильного тестирования в кроссплатформенное. Да, и давайте для начала познакомимся. Меня зовут Даша, я в тестировании примерно 10 лет. Не так, как Николай Трисис, но тоже довольно много. С 2017 года работаю в Колесах и начинала здесь как Mobile QA в продукте Market. Сейчас я являюсь тем лидовым QA в продукте Caspi объявления. И сегодня я хочу поделиться с вами опытом, как из мобильных QA мы стали кроссплатформенными, как в один момент мы потеряли почти все свои инструменты и наработки, но они упали духом, учились и приобрели новые инструменты, знания и навыки. Чем будет полезен доклад? На самом деле это будет наша история, не всегда успеха, но довольно интересная. Здесь будет про то, как мы адаптировались под новые условия, несколько реально работающих решений на наши возникающие сложности и, самое главное, опыт, который мы целиком или частично можем передать вам. Так, ну и кому будет полезно? В принципе, это будет полезно всем QA, у кого в продукте есть WebView или кто собирается его интегрировать. Но перед тем, как начать, я бы хотела рассказать, как выглядел отдел мобильного тестирования в Колесах раньше. В Колесах есть два направления. Это WebQA и MobileQA. И мы, как мобильный QA, участвовали в следующих процессах. Мы участвовали в формулировании и тестировании требований к функционалу, занимались валидацией макетов дизайнеров, проверяли качество мобильной разработки, писали автотесты под iOS и под Android, осуществляли релизы в Store и сопровождали их после раскатки. И мы работали по такому процессу довольно долго, пока в один прекрасный день не пришел менеджер продукта и не сказал, что продукт будет интегрироваться в большой всем известный SuperApp. Что же это значит для продукта? Во-первых, наш продукт перестает существовать, как отдельное мобильное приложение. Приложение становится мини-апом внутри SuperApp, и SuperApp — это не приложение из компании Колес. Из этого вытекает, что весь функционал мобильного приложения мы переписываем на WebView, потому что эта технология позволяет быстро доносить изменения до пользователя, минуя долгий процесс релиза мобильных приложений. Да и так легче будет, в принципе, интегрироваться в SuperApp. Следующее, что нужно отметить, это мобильные разработчики продукта остаются на поддержке текущего мобильного приложения до его отключения из магазинов приложений, и затем уходят другие продукты компании. И отсюда возникает вопрос. А как же мы? Куда пойдут мобильные QA? Да и вообще, как же и дальше? Ну, спокойно, с нами сейчас все хорошо. Мы остались в продукте, потому что наша экспертиза в тестировании мобильных приложений все еще нужна продукту. Да и мобильное приложение остается, пусть уже не наше. И WebView как-то должен с ним взаимодействовать. А нам просто нужно учиться работать с WebView. И давайте разбираться. И сначала в самой предметной области. Для начала давайте поднимите руки те, кто имел опыт работы с WebView или у кого сейчас на проекте. О, отлично. Вас довольно много, но все же давайте дадим определение WebView. Если простыми словами, то WebView — это наш сайт, адаптированный под мобильные устройства и упакованный в оболочку мобильного приложения. Другими словами, WebView запускает веб-страницы внутри мобильного приложения, то есть он заменяет собой какой-то внешний браузер. Звучит просто, но поначалу для нас WebView был большой головоломкой и перед нами возникла большая задача решить ее. Как же все-таки начать с ним работать? В определении WebView мы говорили, что это сайт, который находится внутри нативной оболочки. И первое, чему нам нужно было научиться, это как получать сборки SuperApp. Давайте смотреть, какие в принципе могут быть варианты. В колесах мы написали свои приложения, через которые мы получали сборки. Они подключаются к нашей системе CICD и слушат агрегатором для получения сборок. Но также мы, как КС-специалисты, имели доступ к коду и могли собирать сборки локально. Теперь так не работает. Эти варианты мы отмели сразу, потому что мы не имеем доступ ни к коду SuperApp, ни к CICD, потому что это в принципе другая компания. Поэтому мы посмотрели третий вариант получения сборок. И вот он какой. В Firebase есть функционал AppDistribution. Это бесплатный в использовании инструмент, который позволяет быстро получать сборки приложения. И также некоторые компании используют его для бета-тестирования. Как это работает? Мобильная команда разработки отправляет в AppDistribution сборку, и вот таким образом она отображается у тестировщика. Остается только ее скачать и пользоваться. Этот вариант нам показался довольно удобным, и мы на нем и остановились. А теперь зададимся вопросом. А нужны ли постоянно нам сборки, и где лучше вообще проводить тестирование в Vue? Какие здесь есть варианты? Соответственно, это тестировать на мобильных устройствах или тестировать в браузере. Я как мобильный QA предпочитаю, конечно, тестирование на устройствах. Но давайте рассмотрим оба этих варианта. Что нам позволяет тестирование в Vue на мобильном устройстве? Ну, во-первых, это избежать каких-либо специфических платформенных ошибок. Во-вторых, проверить верстку на разных устройствах и с разными настройками телефона. Да и все же у нас есть какое-то взаимодействие с нативной частью. Например, мы авторизовываем пользователей через нативку. И из всех этих пунктов получается такое хорошее тестирование в реальных боевых условиях. Но тут важно учесть тот факт, что не каждая задача требует чего-то из пунктов выше. Иногда достаточно протестировать взаимодействие с бэкэндом или проверить, что, к примеру, нажимая на кнопку, мы попадаем на нужный экран. И тут совершать довольно долгие действия на тестовом устройстве было бы очень затратно по времени. И такие задачи довольно хорошо проверяются в браузере, ведь, как мы уже подметили, их не нужно проверять на разных платформах. И как итог для себя мы выработали правила. Теперь, если мы говорим про задачи, которые не требуют связи с нативной частью приложения или версткой, их достаточно протестировать в браузере. Если важно проверить связь с мобильным кодом или верстку на новом экране, то тут не обойтись без тестового устройства. Казалось бы, решение найдено. Правила выработаны, и все хорошо работает. Но появляется сложность при тестировании задач в браузере. Большая часть функционала у нас скрыта под авторизацией, и авторизацию, как я уже говорила, мы получаем из нативной части приложения. И чтобы продолжать тестировать в браузере, появилась необходимость научиться прокидывать авторизацию, не используя мобильное приложение. Как мы это решили? Мы решили перенять опыт из нашего нативного прошлого, и сейчас расскажу, о чем я. Для тестирования мобильных задач у нас в компании был создан дебаг меню. Кто следит за колесами, как-то давно уже мы рассказывали про него. И он покрывал большую часть наших потребностей, такие как смену тестовых хостов бэкэнда, отображение и доступ к различным идентификаторам устройства и приложения, логирование событий аналитики и многое другое. Сейчас этот дебаг меню нам не подходил, потому что он заточен под нативку. Поэтому мы решили сделать аналогичное дебаг меню для VVue. И первое, что мы там сделали, соответственно, добавили возможность авторизовываться прямо в браузере. Необходимо было только знать или сгенерировать токен авторизации и нажать на кнопку авторизоваться, и мы сразу попадали в кабинет. Тем самым мы решили первую нашу проблему тестирования с отдачей в браузере. И, соответственно, так начал появляться наш дебаг меню. Следующее, что нам нужно было понять, как же вообще общается VVue с нативной частью приложения. У нас взаимодействие осуществляется через JS-эвенты. Что это такое? Это событие, которое отправляет VVue нативу, чтобы он на него среагировал и отдал какие-то данные или сделал действия, необходимые для VVue. Как оно отправляется? Немножко кода. Во всех сайтах есть глобальный объект Windows, и мобильные разработчики добавляют в объект Windows метод sendEvent. Вызовы этого метода попадают и обрабатываются в нативном приложении. Здесь важно отметить параметр callback name. Это название функции для обратного вызова, и сюда передаются названия функции, которые в VVue будет ждать как ответное действие на вызов sendEvent. И, соответственно, этим callback name и отвечает нативка со следующими параметрами. Статус. Это статус успешного или ошибочного выполнения, и JSON, дополнительные данные в виде JSON-строки, которые необходимы для VVue, для дальнейшей работы VVue. Но, собственно, для чего я все это рассказываю? Для нас, как для QA, было важно понимать, что события отправляются верно, со всеми параметрами, и получают корректный callback. И для этого необходимо их отслеживать. Вспомним, что наш продукт поддерживает две платформы iOS и Android, и давайте будем разбирать их отдельно. Начнем с Android. В Android нам на помощь приходят логи от ADB. Поднимите руку, кто им пользуется. Отлично. Так, ну, кто не знает, ADB — это утилита командной строки, которая используется для отладки устройств на базе Android. Как это работает? Подключаем устройство к компьютеру. В терминальной командной строке мы пишем команду, которая будет выводить нам все логи по определенным настройкам. У нас такими настройками являются теги. Примерно это выглядит следующим образом. В логи сыпятся и JS-эвенты, и их callback, и, соответственно, их можно просматривать на корректность и на полноту. Вот. С Android как будто все нормально работает и даже довольно удобно пользоваться. Но перейдем к iOS. Как на нем проверить, что JS-эвенты корректно отрабатывают? iOS, в принципе, как вы знаете, закрытая платформа. Логи можно смотреть только, если собрать приложение локально через Xcode. Но мы держим в голове, что доступа к коду у нас нет. Поэтому здесь нам приходилось немножко изворачиваться, и мы стали работать через консоль веб-инспектор в браузере Safari. Мы подключали устройство с приложением к нему, и в консоли прописывали вот следующую команду. Эти мы перехватывали и перезаписывали отправляемые ивенты. По факту так мы могли смотреть, что отправляет JS-эвент, но поскольку событие было перезаписано, оно не доходило до натива. И аналогично для коллбека мы перезаписывали коллбек JS-эвента, чтобы… да, из-за чего он также не доходил до натива, но мы могли смотреть, что в нем содержится. И чтобы проверить какой-либо кейс, полностью приходилось тратить довольно много времени на все это. Поэтому разработчики подтюнили наш дебаг-меню, и в нем добавилось логирование JS-эвентов. И как сейчас это работает? Появился пункт меню native events, нажимая который, можно увидеть отправленные JS-эвенты. Вот, согласитесь, получилось довольно неплохо и просто. Таким образом мы научились проверять взаимодействие с нативной частью на обеих платформах и доработали наш новый инструмент. Идем дальше. Теперь поговорим про события аналитики. Вообще, чтобы понять поведение пользователя, куда он нажимал, что смотрел, или измерить реализуемую фичу, насколько она оказалась полезной для продукта, мы отправляем события для аналитики. Ну, в принципе, это очевидно, я думаю. Вот, в нативных мобильных приложениях-колесах события аналитики отправляются в такие системы, как Firebase и AppMetrica. И для того, чтобы их протестировать, достаточно включить дебаг к режиму на устройстве и следить за отправляемыми событиями. Но в WebView у нас события идут совсем не туда. А как они сейчас отправляются? Для сбора и анализа событий мы используем инструмент SegmentStream. Он выводит и унифицирует данные из десктопа и в WebView для расширенной аналитики. И платформа работает с нашим хранилищем данных в BigQuery. Вот. И, в принципе, вот как это все устроено. Так, отлично. С названиями мы разобрались. И пойдем посмотрим, как все это можно тестировать. Первый вариант, который мы воспользовались, это плагин для хрома Digital Data Layer Debugger. Неплохой плагин. Он отображал все отправляемые события аналитики, которые отправлял WebView. Выглядело это вот как на скрине. Есть момент, да, вот там сверху видно, что какие события отправляются при нажатии определенных кнопок. Но для нас были моменты, которые оказались неудобными. Поскольку этот плагин был для хрома, он работал только в браузере, а у нас была потребность проверять события, отправляемые после взаимодействия с нативкой. Также он не отображал параметры, с которыми отправлялась события аналитики. Поэтому, увы, нам от него пришлось отказаться. Следующий вариант, который мы попробовали, это выводить события аналитики в консоль Chrome DevTools или Safari DevTools. Все работает просто. В консоли прописываем Digital Data Events и отображаются все отправленные события. Тут, наверное, надо пояснить, что Digital Data — это JS объект для записи событий аналитики. Frontend добавляет в этот объект события, и затем они через сегментстрим отсылаются уже дальше в систему аналитики. Пример, как оно работает. На устройстве или в браузере мы проходим наш кейс, затем командой из предыдущего слайда вытаскиваем все отправленные события. Отличное решение, как по мне, но сложность была в том, что прокликивая нужные нам события, нам приходилось заново в консоли их запрашивать. И мы эту сложность тоже решили оптимизировать. Опять же прокачивая наш дебаг-меню. В нем мы добавили настройку TDM Events, включая которую в консоль браузера сыпятся в реальном времени все события аналитики. Вот этим решением, в принципе, мы пользуемся по сей день. Но, как известно, в каждом правиле есть свои исключения. Так и тут есть кейсы, которые мы не можем отловить таким способом. И, например, к ним относятся кейсы, когда события отправляются в момент загрузки в Vue на мобильном устройстве. Такие кейсы мы отлавливаем с помощью снифера трафика Чарльза. Это довольно могучий инструмент, но в этом докладе я не буду на нем останавливаться. В свое время о нем очень хорошо рассказал мой коллега Дима Ильинов. И оставляю здесь… Да, вон он. Оставляю здесь QR на его доклад. Посмотрите. Думаю, очень полезно будет. Так, что по итогу? На основе изучения Vue у нас получилось неплохое такое дебаг-меню, которое мы продолжаем развивать. Давайте еще раз глянем, что оно умеет. Оно позволяет прокидывать токен авторизации, что облегчает работу с тестированием Vue в браузере. Также оно логирует JS-эвенты, отправляемые с Vue, и логирует события аналитики, отправляемые в сигнал-стрим. Но также в дебаг-меню отображается сейчас вся информация по устройству, по устройству, по версии SuperApp, что довольно удобно. Не нужно переходить в настройки устройства, чтобы посмотреть ту или иную информацию. Также здесь мы можем контролировать и тестировать AB-эксперименты. С помощью этого пункта меню мы можем быстро переключаться с одного варианта AB-эксперимента на другой. Также здесь маленькая, но очень хорошая фича. Мы добавили очистку локального хранилища и кук, что тоже здорово помогает в тестировании. Ну, вот на этом слайде хочется отметить, что потребности в создании дебаг-меню, конечно, больше наши, но без наших крутых разработчиков мы бы не сделали такого полезного инструмента. Хотя нет, наверное, шучу, сделали бы, но не так быстро. Итак, мы научились тестировать, взаимодействовать с FFU, и остался последний пункт, который нам предстояло освоить. Как же его релизить? Как это было при нативе? Мы собирали бэклог задач, анализировали их, определяли, проставляли им приоритет, и при их реализации мы собирали их в общей ветке. У нас называется develop, и с этой ветки мы собирали релизную сборку, которую впоследствии мы отправляли в стороны. Как стало с FFU? Мы также собираем бэклог и анализируем из этого бэклога, что наиболее приоритетно. Но теперь каждую фичу мы сразу деплоим в прот, не дожидая завершения всего скоупа задач. Стало намного проще, так как фича быстрее попадает к пользователю, и мы раньше можем замерить ее эффективность. И как приятный бонус, мы больше не проверяем почтовый ящик на наличие письма от сторов с заголовком вашего приложения и прошло проверку. Так, и теперь хочется провести краткие итоги, что мы получили-то. Мы адаптировались, мы стали кроссплатформенными QA, которые могут не только в мобилку, но и чуть-чуть веб. Сначала нам казалось, что мы потеряли все привычные нам инструменты, но в процессе освоения WebView мы нашли новые инструменты, позволяющие эффективно решать наши задачи. Мы решили наши сложности, и здесь я постаралась поделиться некоторыми из них. Да и в целом это такой опыт, который возникает не у всех, и теперь вы знаете, как можно поступить в подобных ситуациях. И в качестве заключения мой вам совет. Не бойтесь что-то менять, подстраиваться под новые условия, находите решения даже там, где их нет, создавайте новые инструменты, чтобы облегчить себе работу, развивайтесь, прокачивайтесь и учитесь новому. Так, у меня на этом. Все, спасибо. Спасибо.